Геометрическое место, или множество точек, это все точки плоскости, которые удовлетворяют какому-нибудь условию. Есть замечательная книжка Васильева и Гутенмахера, которая просто начинается с подробнейшего рассказа о разных множествах точек. Там это даже названо азбукой, то есть буквами русского алфавита, но правда до буквы Я они там не дошли, но очень далеко дошли, примерно половину алфавита они там использовали. Они там просто нумеровали разные множества точек. Давайте, я разумеется сейчас не помню, где у них там было АВВ, поэтому моя нумерация, конечно, будет другая. Удалены от данной точки на данное расстояние. Как вы считаете, что это такое? Да, не всегда. Если r меньше нуля, то это пустое множество. Если r равно нулю, то это точка, точка. А в остальных случаях это окружность радиусом r. Ну, давайте все-таки не всегда будем совсем точными. Обычно, когда отрезок, будем считать, что это настоящий отрезок. Но, тем не менее, вот замечательно. В общем случае, это окружность. Значит, это точка О, если r равно нулю, и окружность с центром О, если r больше нулю. Отлично. Это совсем просто. Давайте еще что-нибудь такое же простое. Множество точек, которые удалены от данной прямой на данное расстояние. Давайте подумаем, что это такое. Что это? Две прямые прямые. Ну, опять, если r равно нулю, то это просто сама прямая. А если r больше нуля, то это две прямые, которые с двух сторон до удалены на расстояние r. Отлично. Теперь давайте дальше. Множество точек, которые равно удалены от двух точек, где а не равно b. Это что такое? Это совсем просто. Давайте. Да. Точки, удаленные от двух данных точек, а и b, две разные точки, на одинаковые расстояния. Что это такое? Серединный. Это верно. Абсолютно верно. Это серединный перпендикуляр. То есть, вот у меня есть отрезок а, b, и к нему рисуем серединный перпендикуляр. Замечательно. Еще такая же простая вещь. Множество точек, которые одинаково удалены от двух данных прямых. Если они пересекаются, эти прямые. Ну, либо прямая, лежащая между этими. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Если случайно прямые, L и K, совпали, то это вообще вся плоскость. Если они параллельны, но не совпали, то это такая прямая, которая расположена ровно посередине. Если они пересекаются, то это то, что называется крест-бисектрис. Поняли, да? Это возникают четыре угла, и надо у каждого угла на себя бисектрис. Так. Отлично. Отлично. Ну, а что мы еще можем написать? Точки, равноудаленные от трех данных точек. Что это такое? Центр описанной окружности. Да? Ну, давайте я не буду это писать, но считайте, что это знак. Все знают, да? И заметьте, пожалуйста, таким образом доказываем, что вообще существует центр описанной окружности. Вот если у нас есть треугольник, совершенно прорезонный треугольник, то смотрите, что мы делаем. Мы берем точки, равноудаленные от этих двух. Это прямая. Берем точки, равноудаленные от этих двух. Это тоже прямая. И тогда вот эта точка обладает замечательным свойством. Вот эти два отрезка равны, потому что лежала на этой прямой. И эти два отрезка равны, потому что лежала на этой. И значит, эта точка равноудалена от всех трех. И вот, заметьте, получается, что у любого треугольника есть единственный центр, описанный окружностью. Так, пока все хорошо? Пока все хорошо. Замечательно. Теперь давайте еще что-нибудь напишем. Вот, например, напишем так. Так, точки, которые в одной прямой в сколько-то там раз ближе, чем в другой. То есть, напишем не мысль, что отрезки равны, а отрезки отличаются в сколько-то раз. Ну, некий коэффициент, а здесь все то же самое, что было. Где альфа в какое-то положительное число. Как вы считаете, как будет выглядеть это множество? Множество точек, которые, например, альфа равно 5. В 5 раз ближе к одной прямой, чем в другую. Кстати, неплохо бы здесь посмотреть случаи. Это то же самое, что и как резкий плюс прямой между, только более приближенную к одной прямой. Вот, пусть я две прямые. Ну, 5 – это нехорошее число. Давайте в два раза ближе к одной прямой, чем к другой. Нарисуйте, пожалуйста, все точки. Которая вот к этой прямой, к верхней, в два раза ближе, чем к нижней. Как выглядят такие точки, знаете? Она прямая между ними, и она прямая сверху. Ага, вы абсолютно правы. Смотрите, мы проводим такую прямую, так что вот этот отрез крайне. И эта точка, конечно, в два раза ближе сюда, чем сюда, да? И еще делим в отношении один к двум. Да, отрезок? Опять-таки, вот это будет в два раза ближе сюда, чем сюда. Так? Видите, уже что-то интересное. Уже что-то более симпатичное. Слушайте, а давайте мы сюда напишем коэффициентное. Одной точке в два раза ближе, чем к другой. Что это будет? Если прямые пересекаются, то там, в общем, не особо интересно. Потому что, если у нас прямые пересекаются, вот эти вот были какие-то две прямые, значит, у нас L и K, да? И весь циент альфа у нас равнялся одной и второй d. И вот давайте здесь прямые L и K. Давайте посмотрим, как выглядит множество. То есть, к прямой L надо быть в два раза ближе. Ну, это примерно вот так, правда? Вот. И, соответственно, вот одна прямая так проходит. Ну, и здесь то же самое. То есть, к прямой L надо быть в два раза ближе. Ну, это вот как-то так. И тоже прямая прямая как-то так проходит. В общем, это... То есть, ничего неожиданного нет. Ничего неожиданного нет. А вот задача, которую я только что сформулировал, она абсолютно неожиданная, она совершенно замечательная, и поэтому давайте я ее напишу отдельным шестым пунктом. И даже для начала я напишу там не любой коэффициент, а именно двойку. Множество точек, которые в два раза ближе к одной точке, чем к другой. То есть, например, в точке А в два раза ближе. Это значит вот так. Расстояние до точки В в два раза больше, чем расстояние до точки А. Поняли? Вот давайте мы сейчас с вами туда что решим. Тут есть наши две точки. Для начала найдите хоть одну такую точку. Точка между ними. Пример, как устроенная? Которая ежедневно расстояние. Надо разделить отрезок на три равные части и взять вот эту, так? Вот давайте, это будет точка М1. Да, есть какая-то точка. Замечаю. Есть точка со стороны А. Она как устроена? Она устроена так, что вот этот отрезок равен этому. А В равен вот этому. Согласны? Отлично. Это будет М2. А вот теперь самое интересное. Это только две из бесконечных часов. Есть еще. Я могу еще ссорить. Пальцы покажите. А еще. Как они выглядят все вместе? Ну как тугая. А? Ну как тугая. Ну покажите пальцем все это множество целиком. Окружность. Займите? Совершенно верно. Господа, это потрясающая вещь. Оказывается, это называется окружность Аполлония. Окружность Аполлония. Это окружность с диаметром М1, М2. Давайте это докажем. Да, кстати, от числа 2 здесь ничего не зависит. То есть, если взять вместо двойки другое число, то тогда у вас картинка будет такая. Скажем, вы взяли не 2, а 3. Тогда будет примерно вот так. Там, вы взяли еще больше, взяли еще больше, и у вас получаются такие окружности. А если вы взяли, наоборот, скажем, полтора, то будет что-нибудь такое. Это все соответствует ситуации, когда у вас число больше единицы. Число равно единице соответствует не окружности, а серединному перпентикуляру. Число меньше единицы, это будет вот с этой стороны. Понятная идея, да? Вот такие же окружности только с этой стороны. Да, это еще. Потом мы докажем потрясающую штуку. Оказывается, если берете вот все вот эти вот окружности Аполлония, ну, я же примерно все об этом победил, да? И проводите окружность через точки А и Б, любую, то они в каждом месте пересекутся под 90 градусов. Вот такая красивая теорема. Она несложно доказывается, мы это все сможем с вами сделать. Но сначала надо, собственно, хоть что-нибудь сделать. Хотя бы для двойки, да? Хотя бы для двойки надо минимумно решить эту задачу. И есть два решения. Одно при помощи метода координат. Когда мы с вами просто запишем все в координатах, и у нас все быстро получится. Это решение в данном случае, пожалуй, самое короткое, самое понятное. И другое решение, геометрическое. Оно более длинное. Но зато во время этого геометрического решения мы еще кое-что узнаем о бисептических треугольниках. Поэтому давайте все-таки я начну с геометрического решения. И конкретно с числом 2. Потом поймем, что на самом деле тут не в числе этого отдела. Итак, жили-были точки А и Б. Так, я постараюсь быть понятным. То есть вот я разделил отрезок А, Б на три равные части. Так? Замечательно. Взял такую точку М, что отрезок А, М в два раза короче отрезка Б, М. Вот эту точку я уже обозначил на картинке М1. Вот оказывается, это не просто отрезок в треугольнике А, М в два раза короче отрезок А, Б. Оказывается, это бисептическая. Понятно? И давайте я все-таки, вот нарисовал я это для двойки, а давайте я все-таки сформулирую это в виде отдельной теоремы, которая просто чрезвычайно важна, потому что обисептических надо знать, да? Если есть абсолютно любое треугольник, в нем висит три са. Значит, только давайте я эти М1, чтобы не были все время одни и те же буквы, я здесь напишу другие буквы. Так, да? Вот. Утверждение такое. А, Л относится к Л, Б так же, как А, С относится к С, Б. Свойства биссектрисы треугольника. И вторая картинка. Если у того же самого треугольника, давайте я заново нарисую, взять то, что называется биссектриса внешнего угла. Все понятно, да? Получается некоторая точка К. Вот эти узлы на это сработают. Оказывается, что то же самое отношение, это есть АК разделить на КБ. Кстати, а вы понимаете, как из этих двух фактов получается то, что там окружность по полу? Очень просто. Если у нас с вами вот здесь биссектрис, вы рискаете точки Л, то получается, смотрите, получается угол разделен лучом СА на два угла, в каждом проведена биссектриса. Помните, что в таком случае там прямой угол? Половина от 180 это 90. Успели понять? Ну, а значит, это и есть угол КЦЛ прямой. Значит, где лежит точка С? На окружности с диаметром КЛ. Понятно? Так что, когда мы с вами докажем вот эту теорему про биссектрисы, то вывести из нее окружность Аполлония будет уже крайне просто. Все будет замечательно. Ну вот, давайте докажем. Есть такие теоремы, которые в самом-самом начале изучаешь и в удовольствии получаешь экзамен. Пройдет, не знаю, несколько лет, вы выучите гораздо серьезнее, чем сейчас, и начнутся такие тяжелые задачи, там, с огромным количеством линий, и так далее, и так далее. И во многом прелесть потеряется. А вот на начальном этапе, когда оно такое, диаметрия очень простая. Тут ВС на длину АС. Конечно. Берите меня и рисуйте. Да-да-да, сюда. Берете, да. И на длину отрезка АС. Ну, здесь действительно надо чуть-чуть дальше нарисовать, но мы же с вами это понимаем, да? И давайте там поставим некая точка Д. А теперь, что вы реально хотите доказать? Что БЛ на ЛА, то же самое, что БС на БЦД. Да. То есть? То есть БЛ умножить на... Смотрите, вы хотите доказать, что вот этот отрезок БЛ в столько же раз относится к этому, как БС к этому. Это значит, что это прямое правильное. То есть вы должны просто соединить точку А с точкой Д и как-то понять, что А, Д параллельно Ц, Э. Если вы это докажете, то все. То получится, что, конечно, отрезки Ц, Д и Б, С также с одной стороны. Потому что равнобедренный треугольник. Да. Да. И теорему о внешнем угле. А, да, вот этот угол равен сумме этих, а так как они равны, он равен каждому из этих. Удвоенный угол, помеченный одной дужкой, равен сумме двух дуг... Нет, нет, извините, две дужки оставьте. Это в доказательстве было важно. Сначала это были какие-то углы, а вот когда мы доказали, что 2 умножить на удвоенную дужку, это 2 умножить на одну дужку, значит, удвоенная и одна это одну дужку. Все поняли? Все. Спасибо вам огромное. А теперь будьте добры, пожалуйста, ровно в таком же стиле докажите право внешне. Вот это... Смотри. Ровно в таком же стиле по вторую половину задачи. Там тоже надо что-то куда-то продолжить, что-то где-то отложить. А, К относится к К, Б. Так? А, К относится к К, Б. Так же, как что? Ну... Значит, где разумно проводить? Где разумно взять точку? Должение быть... В каком месте? В левом месте. Покажите пальцем. Да, можно. Ну, тут есть примерно здесь. Почему? Чтобы... С, Б. Да. Ну, равно К, С. Зачем? Потом С, А, Б, П, Р, И, Ну... К, А, Е. А, вы хотите провести прямую параллельно А, С, да? Ну, как бы... Ну, слушайте, я хотел по-другому, но давайте мы послушаемся вас. То есть, здесь берем некоторую точку Е, и вы утверждаете, что вы так все сделали, что Е, Х параллельно С, А, да? Ну, хорошо, вы могли так сделать. Могли. Тогда, смотрите, что будет. Тогда вот Э, этот угол будет равен этому, потому что две параллельные прямые и секущие коцы. Замечательно. Значит, вот этот отрезок будет равен этому. Да? Ну, оно, конечно, хорошо. Только эти два отрезка будут равны между собой, но совершенно неравны отрезку А, С. Понимаете проблему? То есть, конечно, А, К относится к К, В, так же, как к С, Е относится к В, это правда. Но... Понимаете проблему? То есть, воздители два равных отрезка, да, это разно, но они воздители не тому, они равны. То есть, они между собой равны. А может быть, как-то по-другому провести? Что такое так вот? Получилось у нас С, Е, это С, А. Если вы сейчас докажете параллельность С, К и А, Е, то в таком случае у нас все получится. Я могу. Пожалуйста. У нас здесь, конечно, есть у нас эти баллельные отрезки. Какие эти? Угол С, А, Е и С, Е, А. Почему? Потому что у нас все локтеверные. Потому что равнобедленный треугольник, действительно, в равнобедленном треугольнике вот эти углы равны. А у нас еще здесь, у нас есть внешний угол, у нас эти два угла. Ну, конечно, у нас был не просто здесь что-то, а это была бисектриса внешнего угла. По теореме о внешнем угле треугольник, у нас этот внешний угол равен сумме двух внутренних. Поскольку они равны между собой, то каждый из них равен половинке. Поняли? Вот так доказывается теорема о бисектрисе внешнего угла. Ребята, я думаю, полезно все-таки нам с вами нарисовать еще две картинки. Давайте я объясню, какие. Когда мы здесь доказывали, мы откладывали точку D так, что CD равняется AC. Согласны? Да, ребята? Да. Слушайте, а интересно, а мы могли отложить не на луче BC, а на луче AC? Ну, вообще-то могли. Потому что вот в это равенство точки А и В входят на равных правах. И вот давайте-ка мы эту картинку нарисуем. Мне кажется, это полезно. Итак, тот же самый треугольник, да? А, В, С. У него бисектриса, да? Все как положено. Точка L. И только делаем так. Отрезок BC откладываем вот сюда. Там получается какая-то точка F. То есть, вы знаете, здесь вам откладывали так, а можно было туда откладывать, да? И смотрите тогда, что получается. Вот эти отрезки равны. Видите, да? Согласны, что вот эта прямая будет параллельно прямой C. Почему? По той же причине, что здесь. Ну, потому что у меня есть два равных угла, равномерные треугольники, и внешний угол тоже состоит из двух углов. Значит, равный. Отлично. А вот теперь внимание. А где мы здесь откладывали? Мы откладывали точку E на луче C, B так, чтобы C, E равнялась А, C. Так? Замечательно. А будьте добры, наоборот, отложите на луче C, A. Только сопостоятельно. И посмотрите, получится или нет. Должно получиться. Но... Здесь люди. Итак, вот вот здесь. Вот эти две картинки, они, в общем, почти не отличаются, да? Поменялись между местами роли А и Р. А вот интересно здесь, будет что-то отличаться или нет? Надо провести вот эту прямую, да? И этот отрезок здесь отверстили. Так? Ну что, давайте делаем. Теперь, что же надо будет доказать? Значит, C, G и C, B, они равны? Значит, вот так. Внешне... В смысле внешнего угла... Ага. Вот V, этот равен на сумме этим. Понятно? А так как они... Все понятно? Вот. И значит, проверим. Понятно? Так. Значит, правильно. Так. Ну а теперь смотрите. Вот эти отрезки соотносятся так же, как эти. А это и есть вот это вот. Спасибо. Спасибо. Поняли или нет? Господа, теперь давайте я расскажу совсем другой способ доказывать вот это вот равенство, свойство биседрисов. А именно, при помощи площадей. Для этого, давайте вспомним, площадь треугольника, это половина произведения стороны на высоту. Формула для площадей надо переносить и разделить на два. Поняли? А теперь давайте-ка мы напишем эту формулу вот на этой картинке. Вот, посмотрите. Пусть у меня здесь один к двум и здесь биседриса. Давайте я докажу, что тогда здесь тоже один к двум. Хорошо? Доказательство такое. Надо просто смотреть отношение площадей. Треугольник АММ1 и треугольник БММ1. Вот они, два треугольника. Скажите, пожалуйста, в сколько раз отличаются площади? В два. Почему? Потому что высота только одна и та же. Согласны? Площадь треугольника, это половина произведения стороны на высоту. Высота одна и та же. А стороны относятся как АМ1 к АМ1Б. Так? Ну, то есть в нашем случае это одна вторая. Ну, а в общем случае могу быть какой-то... Так, хорошо. Но вообще-то можно иди по-другому было сказать. Можно было сказать, что мы посмотрим не на вот эту сторону и эту высоту, а на эту сторону, на отрезок АМ и вот эту высоту. Понятно? Площадь треугольника это есть половина от стороны умножить на АМ1Н. Давайте вот это основание обозначим Н, да? А в другом треугольнике, ВМ, вот тут есть какая-то там точка К. А теперь скажите, пожалуйста, когда диссектрису проводишь, вы понимаете, что М1Н и М1К это одно и то же? А? Когда у вас есть эссектриса, в любом углу... Да, 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 пожалуйста. Получается, что у нас выходит, что у нас есть... Семидесячная. Да. У нас есть одна общая сторона, один общий угол. Да что? И два общих угла. Да, 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 спасибо. Спасибо, абсолютно право. Важно, что вот эта половинка исчезает, эти отрезки, они равны, и получается АМ1Н на БМ. А это все, что нам нужно. Все? Ага. Все? Все. Ну, на самом деле, если посмотреть в вернешней беседы, то тоже можно посмотреть полно так же. Вот. Площадяне, это тоже вполне понятное, естественное доказательство. Так. Я думаю, что пора про бисектрисы забыть, потому что мы, собственно говоря, сейчас хотели говорить о охране с Аполлонией, а как очень надолго ушли в эти самые бисектрисы, наверное, имеет смысл все-таки вернуться к окружностям Аполлонией, и обсудить такую вещь. А как без бисектрис доказать вот этот вот факт?